Привет! Меня зовут Руслан Байбеков, и сегодня мы поговорим о сайте, удобном для мобильных пользователей. В этом видео я расскажу про общие требования Google к мобильному юзабилити веб-ресурсов, затрону особенности алгоритма ранжирования и расскажу, конечно же, как проверить, готов ли ваш сайт к приему мобильных пользователей. Итак, критерии удобства. Исследования, проводимые Агентством разработки решений для мобильного интернета «Мобильная кухня» свидетельствуют о печальном факте – более 63% топовых интернет-магазинов России из рейтинга журнала «Коммерсант» неудобны для просмотра на смартфонах. В целом же, более 90% российских сайтов абсолютно не готовы к приему мобильных пользователей, несмотря на то, что их доля от общего числа пользователей всего интернета составляет более 50%. Что же делает сайт неудобным для мобильных пользователей? Специалисты Google, как и Яндекс, называют ряд ошибок, не позволяющих сайту быть дружественным с смартфоном. Мелкий шрифт, графика и активные элементы – в этом случае страница сайта отображается как на десктопном устройстве, но становится нечитабельной. Ширина контента превышает размеры экрана и приходится передвигать зону просмотра или осуществлять горизонтальный скроллинг. Мелкие и расположенные слишком близко друг от друга активные элементы – ссылки и кнопки, на которые невозможно нажать без масштабирования. Использование несовместимых плагинов – показательным примером является флеш-плеер, который, к счастью, используется все меньше и меньше. На экране отображены два сайта аналогичной тематики, один из которых соответствует требованиям мобайл-френдли, а другой нет. Из приведенного примера становится понятным, что страница, комфортная для мобильных пользователей, имеет следующие критерии юзабилити. Первое – крупные активные элементы, кнопки, формы, графика, хорошо читаемый без приближения шрифт. Далее идет структурированный контент, когда важная информация помещается на первом экране, а второстепенная скрывается из зоны просмотра. Совместимые с мобильной платформой форматы файлов, конечно же, адаптированная под экран смартфона область просмотра контента. В первую очередь о мобильной адаптации сайтов следует задуматься, а лучше уже начать действовать владельцам электронных СМИ, блогов, коммерческих площадок, таких как интернет-магазины, корпоративные сайты и прочие ресурсы. Конечно же, не стоит медлить и сайтам с развлекательным контентом. Это те ресурсы, которые ежедневно собирают большое число просмотров именно с мобильных устройств, когда пользователи читают новости, смотрят видео или выбирают товары на бегу. О методах адаптации сайтов до мобильных устройств я расскажу в следующем видео. Каковы же особенности алгоритмов Mobile Friendly и Владивосток? Прежде всего стоит отметить, что алгоритм, запущенный Гуглом 21 апреля прошлого года и Владивосток от Яндекса, который был запущен совсем недавно, влияет на результаты только мобильного поиска. Мобильная и десктопная выдачи не коррелируют друг с другом и затрагивают исключительно смартфоны. В данном алгоритме допустимы исключения, когда десктопные версии сайтов могут ранжироваться выше мобильных. Это возможно в случае брендовых запросов. Конечно же, неадаптированный сайт бренда будет иметь приоритет. Интересен факт, что одним из факторов ранжирования в мобильном поиске также является наличие мобильного приложения у сайта, при условии, что оно проиндексировано Googlebot и уже установлено на устройстве пользователя, а сам пользователь авторизован в системе Google. Таким образом, в поиске можно будет увидеть ссылку на приложение и открыть его, не переходя на основной сайт. Инструменты проверки сайта Для удобства мастеров Google разработал ряд сервисов, которые в один клик помогут определить, отвечают ли сайты требованиям нового алгоритма или нет. Первый сервис Mobile Friendly Test позволяет узнать, какими видят страницы сайта поисковый робот. Этот тест может выдавать ошибки и некорректный скриншот страницы, в случае если некоторые директивы файла robots.txt заблокированы для доступа робота. С точки зрения оптимизации сайта под мобильный поиск этот отчет предоставляет наибольшую важность. Ну и пример, конечно же, вы видите на экране. Второй инструмент PageSpeed Insights показывает страницу так, как она отражается на экране смартфона пользователя. Кроме этого инструмент проверяет скорость загрузки и дает основные технические рекомендации. Отслеживание трафика Отслеживать мобильный трафик можно при помощи инструмента для мастеров «Анализ поисковых запросов», который претерпел значительные изменения и теперь позволяет более детально анализировать поисковый трафик, в частности с мобильных устройств. Подведем итоги. Новые алгоритмы Яндекс и Гугл подстегнули вебмастеров всего мира взяться за мобильную оптимизацию сайтов, чтобы не потерять львиную долю интернет-пользователей с устройств на платформах Android и iOS. Даже если вы не ожидаете поискового трафика или его доля крайне мала, в любом случае важно позаботиться о комфортном взаимодействии мобильных пользователей с вашим сайтом, поскольку посетители могут перейти на него по внешней ссылке или по указанному ими же самим адресу в строке браузера. С вами был я, Руслан Байбеков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всего вам самого хорошего!